Владимир Путин проверил готовность ядерной триады России. Из ситуационного центра Кремля Верховный Главнокомандующий по видеосвязи провел тренировку наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания. С космодрома Плесецк стартовала межконтинентальная баллистическая ракета ЯРС. А пуски крылатых ракет выполнили наши ракетоносцы Ту-95МС. Вместе они отработали нанесение массированного ядерного удара в ответ на атаку противника. Все ракеты достигли своих целей на Камчатском полигоне Кура и подтвердили заданные характеристики. Еще одну баллистическую ракету, она называется «Синева», выпустили с подлодки из акватории Баренцева моря. Впечатляющие кадры в репортаже Кирилла Брайнина. Стратегический ракетоносец Ту-95 взлетает и берет курс в заданный квадрат. А где-то в Баренцевом море атомный подводный крейсер Тула готов к пуску. Ракетная нога. Боевой курс 180, глубина полсотни. Вот так и в кино показывают редкий случай, когда можно оценить достоверность. Товарищ лагерь, открывай крышу, ТД-4. Ракета «Синева» уходит к цели, а на суше расчет стратегического ракетного комплекса «Ярс» получает команду. Внимание, расчет, получим приказ. Есть приказ. Дублируем на пусковой установке. Внимание, пуск. Есть пуск. Ядерная триада в действии. О тренировке докладывают Верховному главнокомандующему. Товарищ Верховный главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки вооруженных сил Российской Федерации, под вашим руководством проводится тренировка по управлению вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника. Порядок проведения тренировки доложит начальник генерального штаба генерал армии Герасимов Валерий Васильевич. Добрый день. Пожалуйста. К тренировке привлекаются подвижный грунтовый ракетный комплекс ракетных войск стратегического назначения ЯРС, ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота Тула, два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС. Все цели, говорят в Министерстве обороны, поражены. Тренировка плановая. Такая же, как и начавшееся в середине октября учение ядерных сил НАТО под загадочным названием «Непоколебимый полдень». О таком принято друг друга предупреждать, так что никаких сюрпризов и поводов для эскалации. В Североатлантическом альянсе специально подчеркивали, что учения никак не связаны с текущими событиями. Все, конечно, знают, что во время своих военных репетиций НАТОвская авиация любит моделировать удары по российской территории, но и это дело привычное. А все предупреждения были сделаны еще 24 февраля. Современная Россия, даже после развала СССР и утраты значительной части его потенциала, является сегодня одной из самых мощных ядерных держав мира. И более того, обладает определенными преимуществами в ряде новейших видов оружия. В этой связи ни у кого не должно быть сомнений в том, что прямое нападение на нашу страну приведет к разгрому и ужасным последствиям для любого потенциального агрессора. Российские силы стратегического сдерживания находятся в особом режиме с конца февраля. Ну а сегодняшняя тренировка – наглядная демонстрация возможного ответа на агрессию. Кирилл Брайнин, Артем Антонов и Александр Горностаев. Первый канал.